Чего ждать призывникам в июле? Друзья, всем привет! Вы на канале Служба Защиты Призывников. Меня зовут Ингулянт Алексей. В этом видео поговорим с вами о том, чего ждать призывникам в июле. Призыв у нас совсем заканчивается уже, да? Так как он идет до 15 июля. Мы сейчас говорим конкретно про Россию. Если вы с другой стороны, то здесь не подскажу. Но в России призыв заканчивается 15 июля. То есть остались считанные дни до конца. И давайте поговорим о том, на что же можно рассчитывать в военкомате в эти дни. Что хорошего, что не очень хорошего. Какие могут сложности возникнуть. Вот поэтому смотрите видео до конца. И я надеюсь, у вас будет меньше вопросов. Но если все-таки эти вопросы остаются, как всегда, пишите в комментариях под этим видео. Либо оставляйте заявку о нашем сайте. Ссылка на сайт есть также в описании под этим видео. Итак, смотрите, ребят, что обычно происходит в июле у нас в военкомате. Заканчиваются медицинские комиссии, первичные комиссии. Когда вы впервые приходите в военкомат, и вас там, собственно, проверяют. То есть, конечно, комиссии еще идут. И в разных регионах они в разные даты закончатся. Но в среднем числу к 10 июля все медицинские комиссии уже будут закончены. То есть, как раз у нас сейчас идут выпускники вузов колледжей, у которых была отсрочка до 30 июня. И в военкомате не смогли их убедить, ну или, может быть, и не хотели кого-то убеждать, не присылали повестки, пройти призывные мероприятия еще до окончания отсрочки. Теперь они уже точно имеют право на это и вызывают на прохождение медицинской комиссии. То есть, если вы относитесь к этой категории, чтобы еще не проходили медицинскую комиссию и являетесь выпускником вуза колледжа, то самое время ждать повестку. Многим, на самом деле, эти повестки вручили или вручат вместе с дипломами. Ну или там при подписании обходного листа часто такая практика тоже есть. В общем, надо, что вы не получаете диплом на руки, пока повесточку не подпишите. Вот такое бывает. Итак, что же теперь в военкомате? Комиссии, понятно, что проходят очень быстро сейчас. И если вы не приносите каких-то существенных документов, подтверждающих наличие проблем со здоровьем, то крайне велика вероятность, что вас просто признают годным. Так как времени в военкомате разбираться с вами нет. Если план еще не выполнен, то, собственно, им необходимо просто его доделать. То есть, план выполнять надо. Любой ценой выполнять надо. Поэтому сильно разбираться с вашим здоровьем сейчас не будут. Особенно, если вы не предоставляете существенных медицинских документов. Так что, ребят, по традиции, каждый раз почти про это говорю, идем в военкомат только подготовленными. Тем более уже в такое время. Вроде бы осталось тогда, до середины июля. Но вот эти несколько дней могут стать критическими, если вы не подготовитесь. Потому что призывайте, буквально в прошлом или пару видео назад, говорил про то, как быстро военкомат может призвать. Могут призвать буквально за несколько дней. Пришел, прошел медкомиссию, прошел призывную комиссию, в этот же день получил повестку на отправку и все, и ушел в армию. Это вполне себе реальная ситуация. Здесь вообще нет ничего сверхъестественного. И даже нет никаких нарушений обычно. То есть, по крайней мере, таких очень явных. Так что, будьте внимательны. Что же еще у нас происходит в июле? В июле могут вас вызвать на КМО. Например, районный ваш военкомат утвердил вам категорию годности В. И в областном военкомате, ну или там вышестоящий, может быть, республиканский в вашем случае, или краевой военкомат, ну, в общем, вышестоящий, да. Чаще всего в России областной. И там решили вас вызвать наочно КМО. Что же может случиться там? На самом деле, очень хорошо, если у вас есть доверенность на юриста или хотя бы на кого-то из близких. Потому что на КМО может быть все, что угодно. Особенно, если КМО проходит на сборном пункте. А сейчас такое достаточно часто практикуют, когда КМО у нас проводят прямо на сборном пункте. И, соответственно, если вам подменяют категорию годности В, например, на категорию годности В4, ну, то есть на любую призывную, то велика вероятность, что вы со сборного пункта уже и не выйдете. Ну, прям там вас оставят и все. Да, это незаконно, но чтобы с этим потом спорить, нужна доверенность. Без доверенности вам может помочь только адвокат. Да, и то не факт. То есть, поэтому, ну, в смысле, грамотный адвокат, конечно, вам поможет. Ну, лучше, конечно, я надеюсь, что такая ситуация у вас не произойдет. Но будьте готовы, да, и по возможности, ну, оформляйте доверенность, если идете на КМО. Потому что это может быть как хорошим исходом, что вам, да, утвердят категорию годности В, или хотя бы категорию годности Г, да, вам отсрочку предоставят. Но вот если вас признают годным, то вы в серьезной опасности. Тогда вам надо, ну, конечно, прям любой ценой выбираться из военкомата или со сборного пункта, если, ну, два сутки там постараются закрыть. Ну, любой ценой, я имею в виду, конечно, законными способами, и не предлагаю там крушить все и прочее. Так делать, конечно, не стоит, вы только проблем себе наживете. Что еще может быть в июле? По сути, если вы не получите повестку числа до 10-го, то считайте, что для вас как раз уже, ну, весенний призыв практически закончен. Потому что если вы туда явитесь в самые последние, на последние дни, как правило, на медкомиссию просто уже не вызывают. Так как у военкомата нет законной возможности уже призывать. Так как надо определенное количество дней, да, для того, чтобы все-таки призывать человека в армию, то вот именно на первичной комиссии числа после 10-го часто уже, ну, не вызывают. Но если вам все-таки пришла повестка на призывные мероприятия, то все равно надо быть внимательными, потому что все, что угодно может произойти. Что еще может быть в июле у нас в военкомате? Еще может быть приятный момент для тех, кому уже утвердили категорию годности В, для вас велика вероятность получить уже военный билет. Ни для кого не секрет, но для многих, по крайней мере, что у нас часто военные билеты выдают с задержками, то есть они в положенные 10 дней, ну, не укладываются просто, и выдают это либо в самом конце их призыва, либо после окончания призыва. И как раз-таки в июле у вас уже есть большая вероятность для вас получить свой военный билет. Это из хороших таких новостей. Ну и если вас, помните, ребят, да, если в самых последних числах июля вас все-таки признали годным, то обжаловать решение призной комиссии можно за один день. Да, если все правильно сделать, за один день можно сделать так, чтобы вы в армию не ушли. С помощью областного военкомата или с помощью суда зависит уже от ситуации. Если же вы вас признали годным в областном военкомате, то вас остается только областной суд. То есть если вот именно областной военкомат, ну или краевой военкомат, военкомат субъекта вас признает годным, то вы должны обращаться уже именно в суд субъекта Российской Федерации. Вот. Быстренько это делаем. Получаем выписку. Но если выписка, не получается выписку сделать, то есть пути обжалования и без выписки. Ну, выписку, конечно, со временем все равно надо будет донести. но я имею в виду первоначально есть возможность при правильной подготовке документов подать их без выписки ну и самое главное не расслабляемся помним, что за эти 10-15-5 дней вас еще могут призвать поэтому еще призыв не закончен и к каждому походу в военкомат мы готовимся если остаются какие-то вопросы, обязательно пишите в комментариях либо оставляйте заявку на сайте позвоним уже, вашу ситуацию разберем посмотрим, стоит ли вам переживать хотя всяко бывает, бывает, что и парней с очень существенными нарушениями конечно же у нас тоже призывают это тоже бывает но все-таки реже поэтому будьте готовы ребят, на этом сегодня все если видео было полезно, ставьте лайк подписывайтесь на канал, если еще не подписаны и нажимайте колокольчик, чтобы не пропускать новые видео но если актуально, вы посмотрите еще другие ролики на канале потому что очень много тем уже разобрано там уже больше 100, больше 150 роликов уже может быть, там уже за 200 перевалили наверняка какие-то ответы на свои вопросы вы там тоже найдете вот ну а сегодня с вами был Ангулян Алексей как обычно всем пока пока ну а ну а ну а